Доступность и качество поликлиник важны и необходимы во все времена. Строят новые учреждения и уделяют большое внимание модернизации действующих. В рамках губернаторского проекта поликлиника «Перезагрузка» под изменения попали и медучреждения Одинцовского округа. Часть задач уже реализовали. У нас открыто отделение реабилитации. С июля запустили работу. Здесь будет восстановительное лечение для детей от 0 до 18 лет. Также мы запустили кабинет медико-социальной помощи для детей. Там будут обслуживаться дети-инвалиды. Также кабинет плановой госпитализации. В рамках губернаторского проекта в Одинцовской детской поликлинике откроют кабинет здорового ребенка. Продолжает функционировать у нас кабинет неотложной помощи. Мы разделили вход для здоровых детей и для детей с вирусными заболеваниями. Продолжает функционировать справка в один шаг, где принимает врач-педиатр. Такие изменения позволят значительно сократить время обследования и диспансеризации. Первый ее этап можно пройти всего за два часа. Забор крови до 10 минут. А результаты получить в личном кабинете на портале госуслуг. Медобследование уже прошли около 500 детей. Неонатальный скрининг, УЗИ, диагностику дети должны проходить у нас в поликлинике в один месяц. Но нам с этим помогает роддом. То есть детишки при рождении сразу проходят УЗИ-диагностику в роддоме. Если им нужна будет повторная УЗИ-диагностика, то мы уже их записываем и проводим ее здесь, в рамках поликлиники. Появились новые специалисты. Кардиолог, гастроэнтеролог и педиатры. В рамках кабинета неотложной помощи в детской поликлинике теперь есть два фельдшера и ординаторы. Обследование специалисты записывают и записи делают в электронной карточке пациента. Также в рамках проекта поликлиника «Перезагрузка» мы стараемся уйти полностью от бумажных каких-либо носителей, бумажных направлений, бумажных выписок, бумажных справок и так далее. Главная задача проекта – сделать посещение поликлиники более комфортным и создать лучшие условия труда для врачей.